Знаете, в чем суть событий? Я сейчас расскажу свою суть событий. Ну, все так думают, что я достаточно обеспеченный человек. Ну, в некотором смысле я достаточно обеспеченный человек. Только почему я такой обеспеченный человек? Потому что я помню ту еще составляющую коммунизма. А, можете пройти здесь, не проблема. Тут проблем не существует. В этой составляющей коммунизма что было? Экономия начинается только с экономных людей. То есть я не понтуюсь. Свои понты у меня давным-давно закончились. Когда у меня был 600-й Мерседес, когда я купил себе дом, все остальное. Я прекрасно вижу, куда мы сейчас идем. Ну, я ничего не буду говорить. Мы идем к победе, естественно. Наша победа бывает и постоянная. Только возникает вопрос, чем она дается. То есть нас сейчас целиком закрыли от возможности ездить в страны еврозоны. В некотором смысле... Проходите, пожалуйста, не проблема. В некотором смысле это была бы вещь достаточно интересная. Особенно для тех, кто живет, ну, рядышком с границей. Я имею в виду там, ближе к еврозоне. То есть они, в принципе, в России ничего не покупали. По сути событий... И мы будем говорить о чем и на чем мы экономим. Естественно, в данном случае я экономлю на одежде. То есть мне это не нужно. Потому что то, где я их в свое время купил, а я их купил в свое время за рубежом, а не здесь. Потому что там ценники были, естественно, подешевле. И я брал те вещи, которые должны были хорошо и долго ходить. Они хорошо и долго ходят, но, тем не менее, я езжу на велосипеде. Мои пробежки на велосипеде каждый год, это, грубо говоря, 10 тысяч километров. Там все-все-все разнашивается, естественно. Возникает вопрос, стоит ли мне это выбросить, или я лучше приду и мне эти вещи восстановят. Я пытаюсь что-то сделать сам. Но давайте определимся. То, на что вы смотрите, так в этом том, на что вы смотрите, примерно 28 профессий есть. И, честно, я не смогу. Ну, я постараюсь это сделать, но не всегда. То есть я могу так же штопать. Это не проблема, могу сделать, но я это буду делать косячно. Другой вопрос, где это делать хорошо и красиво? Где можно сделать все для вашей жизни? Естественно, ателье – модная штучка. То есть вы берете себе замечательные вещи, а замечательные вещи у нас также продаются. И вам в точности все это дело подгонят. Где эта модная штучка находится? Да очень легко и просто. МЭК – офис-центр. Советская армия 17А. До перекрестка 250 метров. Это максимум. Ну, наверное, задним ходом. Дойду и за секунд, наверное, 45. То есть рядышком, все очень рядышком. Прямо напротив. И это то, что должно быть. А вот об этом не надо. Причем всегда жители России выглядели более интересно, чем жители всего мира. Всегда разделение полов присутствовало. И всегда оно радовало. Наши девушки, дамы, даже те, кто за и после выделялись отточенностью. Потому что мы всегда ценили и свой вес, и умели его подчеркивать. Причем не всегда девушки чуть пышнее могли это сделать с большим удовольствием. Они это делали. И уж поверьте мне, на них можно было и красиво посмотреть. Поверьте, побывав за бугром более 40 раз, я это вижу. Потому что наши ателье приветствуют. Они нас выделяют. Они подчеркивают наш характер. И они есть в Магнитогорске. Ателье модная штучка. Она располагается на советской армии 17А. Прямо напротив и рядом с МЭКом. И транспортной артерии. Все, что есть внутри, просто радует глаз. Вот это профессионализм. Вы думаете, что все это просто так, да? Что вы просто купили себе отличную швейную машинку. Отличную штуку для того, чтобы можно было бы прошивать меха. Два оверлока и еще одна штучка. Это вообще, я даже умом не постиг... Это вы даже представлять не должны. Что в принципе вот здесь это тоже деньги. Это тоже деньги. То есть человек реально смотрит, реально вам показывает. И реально вам демонстрирует. И самый забавный вариант, я недавно расскажу. Ну, к сожалению, мы просто по этой вещи пообщались. То есть в принципе, почему мех? Мех, я не знаю, кто у вас его покупает. Отдельная тема. То есть, как стандартный мех, который у нас был на наших шапках, он может быть вынашивался. Но, если мы говорим про шубу, а я, как бы вам сказать, существует такая штука под названием дерево. Вот смотрите, вот так и вот так, вот так. Потому что я в свое время нашел настоящую норковую шубу. Ее просто выкинули. Эта норковая шуба сейчас, к сожалению, ушла к моей бывшей теще. У нее в гараже она висит. То есть ее можно перекрыть и сделать. Придите сюда и сделайте. Это будет все, что должно быть. В принципе, давайте все-таки обратимся к слову мех. Качественный мех, он есть. Вопросов нет. Только как вы его используете? То есть, даже если что-то где-то поизносилось, немножко, такие вещи тоже случаются. Так сделать покороче. Красивая штука. В принципе, вы можете из одной шапки, из одной шубы сделать. К слову о том, что мех не только же норки. Мех песца. Кстати, у нас такая штучка существует. Называется лиса. А вы плохо видите, что мы-то раньше задевались по уму. И поэтому мы не мерзли зимой. А вы забыли? Да-да-да. Ун-ты. Это очень классная и качественная штука. Все остальное это также должно быть для вас. Единственный вопрос. Где вы это все дело восстановите? Восстановление это лучший вариант. И когда мне говорят, что ты такой крутой, я говорю, ребят, я просто с мозгами. Они же у вас тоже есть. Нереально начихать на веганов. На тех, кто прикрывается хабешкой и живет, и думает, что мех это плохо. У нас малость другая территория. И у нас холод. Я также попал на подарки своей бывшей. Там было все от и до. Но вы обратите внимание, как можно из норковой шубки сделать больше удовольствия. Как-то. А вот так. Стриженная норка с отторочкой. И вы не думаете, что это не должно получиться? А зря. Ах, идеал. И ах, для детей тоже есть мегаплатье для фотографа. Как и уникальные творения для мальчиков. То есть специалист вам покажет, как может это сделать с большим удовольствием и большим умением, чем многие. Интересная ателье. Модная штучка на советской армии 17А. И мы говорим о хороших вещах. Хорошие вещи включаются с вашими мозгами. Давайте все-таки определимся. У нас было много чего разных вещей, интересных и качественных. В некотором смысле, то, что нам сейчас привозят. Ну, допустим, по обуви я прекрасно понимаю, что все зависит от нашего прохода. Если много проходит, то ваша обувь в лохмоте. Это стандартный вариант. Бесконечное оно не может быть. Но вот с одеждой. Одежда, как правило, и как в большем количестве у нас ее достаточно много. То есть мы не надеваем ее постоянно. Но рано или поздно что-то разваливается. Рано или поздно, ну, даже вы не сможете это сделать. Рано или поздно. А сколько у нас людей, которые вспоминают? Да-да-да. Я даже не знаю, сегодня и сейчас есть ли в школе уроки вышивания. Я не знаю. Поэтому самый простой вариант взять модную штучку в качестве ателье, которое располагается здесь, на советской армии 17А. Советской армии 17А напротив МЭК Офис Центра дойти легко и спокойненько вам все сделают. Мало того, вам сделают идеальный вариант, если вы купите хорошие вещи. Я имею в виду одежду, я имею в виду ткани. Ммм, красиво. Вот так вот. Спасибо.